Мы на самом деле переходим уже к возможностям высокодозной химиотерапии в лечении гермогенных опухолей. Напомню, что я уже губернатор неоднократно говорила, что, конечно, основополагающий краеугольный камень в лечении гермогенных опухолей – это цесплатин, который был внедрён в клиническую практику в 1965 году, то есть уже почти более 60 лет назад, и именно он изменил драматическую судьбу пациентов, имеющих диагноз гермогенных опухолей. К сожалению, у ряда пациентов возникает резистентность к этому препарату. Механизмов резистентности очень много, конечно же, мы все их не сможем предупредить, но мы видим исход этой резистентности, приводящий к тому, что примерно каждый пятый, каждый третий пациент имеет рецидивы, развивающиеся в различные сроки. И, конечно же, у этих пациентов возникает необходимость проведения в английском термине «селвиш-терапии» или «терапии» последующей линии, эффективность которой на круг составляет в очень большом диапазоне от 20 до 60%. И, в принципе, до настоящего времени существуют две основные опции этой терапии и второй последующих линий. Это стандартно-дозная химиотерапия, привычные нам и рутинно используемые режимы, включающие токсаны и фосфамиды, о которых тоже упоминала гульфианит атомная. Реже мы используем бимбластин, но, в принципе, в мире используются два этих режима в полном соответствии. И возможности высокодозной химиотерапии с трансплантацией изначально костного мозга, ну и последние, примерно, 25-30 лет, уже возможность трансплантации стволовых клеток предиферической крови. И, к сожалению, и к счастью, всегда открытый вопрос, он позволяет нам искать до сих пор поиск ответа. Это открытый вопрос, на самом деле. Почему? Потому что, как уже упоминала Сгульсия Мехатовна, что очень редко встречаемость этих опухолей, в принципе, они часто из пациента разрознены в центрах, в центрах разных странах и так далее. Поэтому собрать информацию в одном, двух, трех центрах получить большой объем клинической информации довольно сложно. И до сих пор возможности, по крайней мере, высокодозной химиотерапии, они являются дискутабельными, изучаемыми. Я постараюсь в своей презентации осветить и исторические аспекты данного лечебного подхода, и возможные перспективы, и состояние данной проблемы на настоящее время. Но история высокодозной химиотерапии, в принципе, она берет начало 70-х годов прошлого уже века, когда, в принципе, для многих, в основном гематологических или фабрикартивных заболеваний, была разработана и подтверждена, в принципе, теория о возможности преодоления резистентности опухоли к цитостатикам путем повышения дозы. То есть мы знаем, что эффективность, эффект возрастает при повышении дозы препарата. И, в принципе, эти исследования, эти работы проводились. Изначально использовался костный мозг пациента, как я уже говорила. И такой переломный момент, который позволил более широко использовать методы персплантации, это 96-й год прошлого века, когда стали применяться стволовые клетки пеноперической крови. Почему это удобнее? Потому что, действительно, мобилизация стволовых клеток, их аферез с помощью специальных аппаратов, их замораживание, стало более рутинным и менее сложным, чем забор непосредственно костного мозга. Поэтому, действительно, применение этой методики дало дополнительный рывок к изучению, в том числе, возможности высокодозной химиотерапии у больных солидными опухолями и, в том числе, у больных гереминогенными опухолями, яичко и гниганатных локализаций. Конечно же, проблема высокодозной химиотерапии – это проблема очень высокой токсичности. Как токсичность со стороны костно-мозгового украдетворения, которое, в принципе, решается путем трансплантации костного мозга или стволовых клеток, и проблема экстрамедулярной токсичности. В частности, исследователи, в первую очередь, пытались повысить донус из плотина, но это оказалось невозможным, потому что препарат и в стандартных дозах обладает довольно определенной оттоксичностью, нефротоксичностью, а при повышении дозы в два и более раза эти виды осложнения становятся практически неокупируемыми. То есть возможность увеличения дозы цисплотина она не применима в данном контексте. Поэтому цисплотин пытались заменить на другие препараты. В принципе, конечно же, работали с препаратами известными из лечения генетологических заболеваний. Это и циклопосфамид, и кармустин, и адреомицин использовался, но разочарования были, и прежде всего они были обусловлены очень высокой токсичностью данного подхода. Осложнение пятой степени тяжести, то есть принципиалитальные исходы при проведении высокодосной химиотерапии достигали 50%. То есть каждый второй пациент погибал, это, конечно же, делало данную опцию неприемлемой для клинического использования. И такие вот, опять же, прорывные исследования, они были проведены в североамериканских научных центрах, в частности, основные два центра клинические, где проводились изучения данного подхода, это Университет Индианы в США и Мемориал Слон-Кеттеринг Госпитал также в Соединенных Штатах Америки. И исследователи в Университете Индианы первыми заменили препарат с плотин на менее токсичный в плане поражения почечной по рынке препарат карбоплотин. И, в принципе, это дало клиническую эффективность и большую безопасность, поскольку привело к выраженному снижению летальных исходов при проведении данного вида лечения. Первое исследование индианы были исследованы первой, второй фазы, когда подбиралась даже доза препаратов, их переносимость, и пациенты, конечно же, включались интенсивно предвлеченными, то есть, например, в этой исследовании, которая представлена здесь, 33 больных, которые подверглись неэффективной поменьше мере двух линии лекарственной терапии. У данных пациентов изучалась уже комбинация этапозиды и короплотина, которая, в принципе, осталась в нашем арсенале как одна из опций высокодозной химиотерапии до настоящего времени, и уже были подобраны дозы, с которыми мы работаем и сейчас, доза этапозида 1200 мг на квадратный метр, и доза короплотина, достигающая 1200 мг на квадратный метр, в три дня вводились данные агенты, и в дальнейшем, через два дня отдыха, выполнялась трансплантация столовых клеток в эпилеперической крови, именно с целью восполнения токсичности стороны костного мозга. И, в принципе, эти исследования уже продемонстрировали очень высокую частоту объективных ответов. Мы видим, что у каждого четвертого пациента был достигнут полный регресс, у каждого пятого пациента частичный регресс, то есть, в принципе, общий объективный ответ составил 44%, но токсичность, конечно же, была высокой, в том числе медемолитальность, пускай это не каждый второй пациент, но каждый пятый пациент, к сожалению, погиб от осложнений данного вида лечения. Разумеется, это связано с тем, что в конце 80-х годов, когда эти исследования проводились, еще возможности такой поддерживающей терапии, которая обязательно должна быть, конечно же, у больных, получающих высокодозную химиотерапию, она была недостаточно разработана, недостаточно внедрена в клинику, и поэтому возможности антимикробной терапии, возможности любых видов симптоматической терапии, которые позволяют, скажем так, уменьшить степень риска смерти пациентов, они тогда были менее используемы, менее разработаны. И, конечно же, сейчас мы уже, имея в арсенале все виды поддержки при выведении пациента токсичности, мы уже можем ожидать минимального количества летальных исходов. Но, в принципе, какой основной вывод был сделан из этих первых исследований, что платино-резистентные пациенты, страдающие гермаринными опухолями, они могут быть излечены. То есть, в принципе, это впервые появился такой луч света, луч надежды для пациентов, которые в конце прошлого века считались в принципе приговорёнными к смерти из-за прогрессирующей неконтролируемой гермариногенной опухоли. В дальнейшем исследования безусловно продолжались. Основной режим, который применялся, это комбинация топозиды и короб пулотина. И, в принципе, при сохранении такого уровня объективных ответов, достигающего 40-45%, приводило, в принципе, к уменьшению осложнений пятой степени тяжести. То есть гибель пациентов становилась всё меньшей. В частности, в исследовании уже 90-х годов погибали не более одного пациента из 10, подвергавшегося восходозной химиотерапии. Опыт накапливался клинически и, в принципе, уже в начале 2000-х годов был обобщён в таком ретроспективном исследовании опыт лечения более 180 пациентов, получавших восходозную химиотерапию по той схеме, которую мы уже, в принципе, привыкли. Также мы видим высокую частоту ответственных ответов. Мы видим, что двухлетняя выживаемость без признаков лецидива заболевания превышает 60%. И вот к этому времени уже, к началу 2000-х годов мы достигли приемлемой частоты осложнений пятой степени тяжести. То есть гибель пациентов обычно полтора-два процента. Это тот процент летальных исходов, который, в принципе, он, наверное, неизбежен, к сожалению, но он остается стабильным на протяжении последних 20-25 лет. Что интересно вот в этом большом ретроспективном исследовании, что подавляющее большинство больных, более 70%, получили высокодозную химиотерапию как первую линию терапии после прогрессирования или исчерпания эффекта препаратов платины в качестве первой линии. Поэтому исследователи на основании такого метаанализа данного клинического материала сделали вывод, что основной предиктор эффективности высокодозной химиотерапии это именно применение ее в качестве второй линии лекарственной терапии. Это привело к выраженному различию, если мы посмотрим выживаемость без прогрессирования по сравнению с теми пациентами, которые получали высокодозную химиотерапию в качестве третьей и последующих линий. Мы видим выживаемость без прогрессирования у больных составила 70%, если они получали высокодозную химиотерапию сразу же после прогрессирования после препаратов платины и не более 45%, если получали уже после второй линии лекарственной терапии. Поэтому негативными факторами прогноза, негативными факторами, приведущими к неуспеху высокодозной химиотерапии исследователи выделили рефракторность препаратам платины, в принципе, это самый неблагоприятный признак для всех пациентов. Это третья и более лекарственная терапия, которая проводится высокодозная и изначально группа неблагоприятного прогноза по шкале IGC-CG. В принципе, есть такой интересный сводный график, который представлен в публикации этого года, который отражает исторический процесс развития высокодозной химиотерапии. То ретроспективное исследование, о котором я говорил, представлено выделено красной рамкой, и мы видим тенденцию к увеличению эффективности высокодозной химиотерапии наряду с уменьшением риска таких летальных исходов в токсичности лечения. И, как мы видим, такая токсичность, приводящая гибель пациентов на уровне 1,5-2%, она сохраняется на протяжении, как я уже говорила, последних 20 и более лет при приемлемо в показателях эффективности безрецидивной выживаемости, общей выживаемости и особенно выживаемости пациентов, которые относятся к группе платинорезистентных, то есть наиболее неблагоприятной комбурте пациентов. То исследование, которое представлю в следующих слайдах, оно было уже обобщено в 2016 году. Здесь уже обобщен опыт пациентов, получивших высокодозную химиотерапию в первые десятилетия до 2014 года в том же самом университете Индианы, в котором также тенденция общая, которая пропагандирует и продвигает специалисты данного центра, это проведение высокодозной химиотерапии в качестве первой линии после прогрессирования на стандартной комбинации БЭП. Здесь уже более 80% получили высокодозную химиотерапию в качестве второй линии лекарственного лечения. Если мы посмотрим, какие больные включались в отношении которых проводилась подобная химиотерапия, то, в принципе, это вот те больные, с которыми работаем мы в своей практике, в принципе, референс-центре, но, в принципе, практике такой рутинной для нас. То есть больные, которые, конечно же, имели больше всего поражение ганатное, но в том числе имели поражение и изначально локализация опухоли в загрюшином пространстве или в сельдостене. Это были пациенты в том числе с поражением головного мозга. То есть само наличие изменений в головном мозге, связанном с гермаридной опухолью, оно не является таким останавливающим нас критерием. Мы видим, что примерно 20% больных имели поражение головного мозга, как подвергшиеся какому-то лечению, в том числе и лучевому, например, так и на этапе прогрессирования. То есть сам факт прогрессирующего поражения головного мозга не явился, по крайней мере, для исследователей центра университета Индианы таким критерием сдерживающим. Половина пациентов, даже больше, 60% пациентов имели промежуточный и плохой прогноз. Больше половины пациентов имели признаки резистентности к препаратам платины. очень большой процент пациентов, около 70%, имели промежуточный плохой и очень плохой прогноз по как раз критериям, о котором упоминала Жигульти Аминхатомна, критерии больных, которые прогрессируют после первой линии терапии. Но при этом показатели общего состояния пациента ЭКОК, мы видим, что опять же большая часть пациентов, более 90% больных, имели ЭКОК равный нулю или одному баллу. То есть, в принципе, несмотря на такой вот выраженный опухолевый процесс, пациенты, в частности, в основном были сохранены. Ну, в принципе, это скорее всего отражает то, что пациенты имели молодой возраст, около 30 лет медиана возраста. По большому счету, как правило, мы в клинической практике наблюдаем ту же самую тенденцию. То есть, несмотря на прогрессирование после первой линии лекарственной терапии, общий статус пациента, как правило, он вполне благополучен. То есть, действительно, их общее состояние оценивается на 0 или 1 балл. То есть, те критерии, которые мы, в принципе, в нашей клинической практике отмечаем. Если мы говорим о том, как и осложнения в эскадозной химиотерапии были, то, конечно же, это, безусловно, токсичность стороны костного мозга, костно-мозгового кровотворения, которое оккупировалось путем и стимуляции гроностарного ростка. Эти агенты, они известны, они широко используются, путем замесительных гемотрансфузий и токсичность, которая отмечалась со стороны всех других систем и органов. На первый план выходила, конечно же, гастронцентральная токсичность, это и различные виды мукозитов, и стоматиты, и энтероколиты, колиты, которые приводили к диарее и так далее. Ну и, конечно же, проявление тошноты и рвоты, которые мы не можем не упомянуть, когда мы говорим о химиотерапии, особенно с использованием препаратов платины. И, в принципе, те вот особенности рвоты, которые, тошноты и рвоты, которые характерны для пациентов, получающих препараты платины, высокоиметагенные агенты, это развитие как острой фазы на протяжении первых суток, двух суток от введения препарата и отсроченные фазы, достигающие пяти, шести дней, которые на каждом этапе, у которых необходимо адекватное оккупирование, опять же, для того, чтобы не было проблем с, не было безвоживания, не было выраженной тошноты и рвоты, которые приводят к электролитным расстройствам и ряду других проблем, затрудняющих течение такого постранплационного в том числе периода. И комбинация препаратов, обладающих различными механизмами действия в плане оккупирования тошноты и рвоты, они разработаны, они известны, они многокомпонентны и включают блокаду ряда рецепторов, которые находятся в различных триггерных зонах, центрах рвоты. В принципе, более подробно будет Александр Саныч упоминать об этих препаратах и механизмах их действия. В принципе, это комплексное лечение с блокадой и серотаминовых, и дофаминовых рецепторов, и нейротаминовых рецепторов, и использование доксаметазона как препарата потенцирующего эффекта, и нейролитического агента аланзофина. В принципе, эти агенты, они разработаны и должны применяться при проведении как стандартных режимов исключения препаратов платины, так и режимов высокодозной химиотерапии. Но если мы вернемся к результатам такой большой работы, проделанной специалистами на протяжении 10 лет, мы увидим, что получены определенные результаты, которые действительно интересны и говорят о том, что возможности высокодозной химиотерапии, они принципиально реализуются в плане преодоления резисцентности в частности цисплатину. Если мы посмотрим, то пациенты, которые были рефракторны препаратом платины, у них возможно достичь определенного срока беспрогрессивной выживаемости, которая, как мы видим, достигает десятилетий. То есть на протяжении 6-8-10 лет пациенты, даже резисцентны препаратом платины, они могут жить менее 30% больных. Если пациенты изначально были платино-чувствительными, то возможность получения эффекта высокодозной химиотерапии в плане без прогрессивной выживаемости у этих пациентов еще выше, и на протяжении 10 лет даже медианы без прогрессивной выживаемости у этих пациентов не достигнуты. То есть, в принципе, вот эти возможности высокодозной химиотерапии, они отчетливы для дни. И также, если мы посмотрим на левый график, возможности высокодозной химиотерапии у пациентов, получавших высокую дозу препаратов в качестве второй или третьей и последующих линии, они также различаются. Сидний график – это пациенты, их беспрогрессивная выживаемость, если они получали высокодозную химиотерапию в качестве второй линии. Мы видим, что также на протяжении 10 лет наблюдения медиана беспрогрессивной выживаемости не достигнута. То есть по заключению исследователей, по данному ЭДК-аборту пациентов, более 300, около 400 пациентов, конечно, эти пациенты имели принципиальный выигрыш, если получали высокодозную химиотерапию в качестве второй линии сразу же после исчерпания эффекта режима БЭП. Вот те данные, о которых мы уже говорим, общие данные – это двухлетняя беспрогрессивная выживаемость, более 60%, двухлетняя общая выживаемость, достигающая 70%. Это те убедительные данные, которые поддерживают возможность высокодозной химиотерапии в качестве второй линии лекарственной терапии. Если мы говорим о том, как влияет гистологический вариант опухоли, то, опять же, Эльфа Михайловна уже отмечала, что семеномные опухоли, в принципе, они условно чуть больше поддаются лекарственной терапии. И здесь мы видим, что кривые их безрецидивной выживаемости лучше, чем аналогичные кривые у больных, имеющих несеменомные опухоли. То есть для больных с семеномной опухоли возможности высокодозной химиотерапии они еще более выигрышны. И, конечно же, локализация в следостении, оно является неблагоприятной локализацией. Это также мы видим на правом графике. Кривые безрецидивные влияния этих пациентов, они хуже, чем у больных, имевших локализацию опухоли в яичках или в заключенном пространстве. Поэтому, в принципе, характеристики больных, которые отвечают на высокодозную химиотерапию, и факторы благоприятного эффекта от высокодозной химиотерапии, они примерно те же самые, что и мы учитываем при выборе самой первой линии лекарственной терапии. Здесь исследователи обобщают такие принципиальные факторы риска, которые могут привести к неуспеху в высокодозной химиотерапии. Это как раз-таки проведение ее в качестве третьей линии лекарственной терапии. Это изначальная платиновая резистентность препаратов, опухоли вернее. Это локализация опухоли в средостении. И это высокий уровень бета-ХГЧ, более 1000 единиц при начале высокодозной химиотерапии. И группа промежуточного и плохого прогноза. То есть эти факторы, они могут привести к меньшей эффективности высокодозной химиотерапии. Те режимы, о которых мы говорили до этого, это в этих режимах, режим использовался в комбинации репозита и короплотина. Разумеется, другие препараты также использовались в качестве возможных агентов для высокодозной химиотерапии. Ну, в частности, в втором центре, о котором я говорила, Мемориал Слоун Кэтерлинг Кэнсел Сентер в США, был разработан режим комбинации паклитоксела и пасфамида в качестве таких индукционных двух циклов. После них проводилась мобилизация стволовых клеток и в дальнейшем проводилась высокодозная химиотерапия теми же самыми препаратами топозидом и короплотином. В принципе, сопоставимая частота объясненных ответов, достигающая 50%, довольно высокая частота пятилетней безалитинной вживаемости, половина пациентов живут без признаков паблисирования и приемлемая токсичность, в частности, риск смерти не более 2%. Поэтому, если мы откроем калитерин ССН этого года, в принципе, они переходят на следующий год эти рекомендации, то мы увидим, что в качестве режимов высокодозной химиотерапии представлены оба, и комбинация короплотина и топозида, и комбинация поклитоксела и фосформида в качестве таких индукционных и мобилизующих столовые клетки периперической крови с последующим использованием короплотина и топозида. И, конечно же, вот эти выводы исследователей о том, в качестве какой линии следует проводить скодозную химиотерапию, они неоднократно к этому вопросу исследователи возвращаются, проводятся различные метаанализы, и, в частности, вот метаанализ, который представлен буквально недавно, обобщена довольно большая группа пациентов, которые получали лечение на протяжении последних 20-25 лет, около 300 пациентов в качестве второй линии лекарственной терапии, в качестве третьей и последующей. Мы видим, что все-таки выигрыш имеют принципиальные те пациенты, которые получали высокодозную химиотерапию в качестве второй линии лекарственной терапии. Разница двухлетней общей выживаемости почти 70% против 40%. Вот поэтому, конечно же, вопрос о том, на каком этапе высокодозную химиотерапию проводить, это вопрос открытый, и в каком объеме ее проводить, в каком количестве циклов проводить. Поэтому пока у нас данные одноцентровые, пока у нас данные ретроспективные или немногочисленные, этот вопрос всегда будет стоять. И пока не проведены такие большие рандомизированные исследования, конечно, такого достоверного ответа на подобные вопросы получить мы не можем. Попытки рандомизированных исследований также проводились, они не самые многочисленные, в частности, в Германии в 2007 году представлены данные, уже в 21 веке, о сравнении стандартного режима химиотерапии одного цикла и трех циклов высокодозной химиотерапии против трех циклов стандартной химиотерапии и одного циклов высокодозной химиотерапии. То есть основная идея была, поможет ли нам однократный цикл высокодозной химиотерапии преодолеть такую возможную резистентность стандартного лечения, достаточно ли будет его. Но, в принципе, оказалось, что оба эти режима, они абсолютно идентичны по общей выживаемости и по своей токсичности. И вот такой подход в виде проведения в качестве второй линии такой, скажем так, условно, комбинации и стандартной высокодозной химиотерапии в том или другом соотношении циклов, он не является рекомендуемым. То есть данный подход, он считается не очень правильным. Также проводилась попытка рандомизированного исследования на рубеже, в принципе, веков, в конце 90-х, начало 2000-х годов. Довольно большая группа пациентов была рандомизирована, но около 300 пациентов на стандартный вид лекарственной терапии комбинации ВИП или ВИИП и комбинация та же самая стандартных дозных препаратов и один цикл высокодозной химиотерапии. Опять же, идея, можно ли одним циклом высокодозной химиотерапии преодолеть такую возможную резистентность к стандартным дозам препаратов. Также абсолютно сопоставимые оказались результаты и по безрецидивной, и по общей выживаемости. Поэтому такой подход интенсификации второй линии терапии также не является рекомендуемым. И, конечно же, все мы смотрим на результаты исследований Тайгер, которые ожидалось в 2022 году уже получить, но пока они еще не опубликованы, по крайней мере, в НССН данных о них нет. Упоминание об этом исследовании как все-таки о все еще продолжающемся исследовании. Это исследование рандомизированное, которое проводится, на самом деле, в ряде центров Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, и оно рандомизируется именно третьей фазой, в которую планируется включить 420 пациентов. И именно это исследование, оно должно дать нам ответ, что все-таки лучше в качестве второй линии лекарственной терапии. Стандартная дозная химиотерапия, это четыре цикла по схеме тип, или высокодозная химиотерапия в объеме индукционной комбинации по клитокселу и фосфамида, с последующей высокодозной химиотерапией циклофосфамидом и этапозидом. И набор производится в соотношении один к одному в каждую из групп. По 210 пациентов планируется набрать в каждую группу. Основная задача, конечно же, оценить общую выживаемость пациентов, получающих стандартную или высокодозную химиотерапию. Ну и вторичные и конечные точки, они стандартны, это и выживаемость без прогрессирования, и объективные ответы, и безопасность, и качество жизни пациентов. Но на самом деле это исследование пока еще не опубликовано, поэтому пока мы не получим данные такого крупного исследования третьей фазы, наверное, этот вопрос также и останется у нас дискутабельным. Что же все-таки более эффективно, стандартная дозная химиотерапия в качестве второй линии или высокодозная химиотерапия? Если говорить об обучении нашего центра, то проведение высокодозной химиотерапии, то в принципе он тоже есть, он, к сожалению, немногочисленный, если посмотрите, то, коллеги, то на протяжении последних 13, получается, лет мы провели процедуру высокодозной химиотерапии троим пациентам с довольно большим временным интервалом между этими процедурами, поскольку здесь ряд, конечно, организационных моментов сложных был и так далее. Но если посмотрим, то все пациенты имели довольно обширный опухолевый процесс с поражением, в принципе, жизненно важных органов, с поражением таких зон, которые являются неблагоприятными для прогноза, это и средостение, первичная локализация в средостении, это и поражение костей, и поражение печени, то есть у всех пациентов была группа прогноза определена как плохая, неблагоприятная. Все пациенты получали высокодозную химиотерапию в качестве третьей линии лекарственной терапии после режимов ВЭП стандартного и после режимов стандартных ДОС, включающих генобластин или поклитоксел и фосфамиды. В принципе, два пациента получали всего по одному циклу высокодозной химиотерапии комбинации короплотина и этапозида, и последний пациент в прошлом году, который получал лечение, он получил два цикла, то есть, в принципе, по той схеме, которая тоже является рекомендуемой, которая действительно режим проводится в объеме двух циклов. И эффективность, особенно таких трансплутаций, которые мы провели в 2009-м году, в 2015-м году она оказалась очень убедительной. Если посмотрите, первый пациент у нас жив на протяжении 14 лет без признаков прогрессирования, второй пациент жив на протяжении 8 лет и также не имеет признаков прогрессирования. Еще раз напомню, что эти пациенты имели изначально поражение печени, это жизненно важный орган. И пациенту, которому проведена химиотерапия в прошлом году, к сожалению, он погиб из-за летального исхода уже после второго цикла высокодозной химиотерапии из-за явления сепсиса и статического шока и полиорганной недостаточности. Здесь представлен один из наших пациентов, который получил высокодозную химиотерапию в 2015-м году, то есть 8 лет назад. Видите, какое обширное поражение, отсутствие эффекта первых двух линий лекарственной терапии и принципиальный эффект, который реализовался именно после проведения высокодозной химиотерапии. Поэтому на самом деле возможность получения эффекта на самом деле присутствует. И здесь сложно сказать, что сработало у данного пациента, потому что, в принципе, все факторы такого неблагоприятного исхода и высокодозной химиотерапии у него также присутствовали, но, по крайней мере, жизнь показывает, что пытаться и проводить данный вид лечения возможно и в данной ситуации. И что мы имеем в настоящее время в плане возможностей высокодозной химиотерапии и в сравнении с стандартной дозной химиотерапией второй линии. Мы видим, что стандартные дозы препаратов обеспечивают приемлемую трехлетнюю, семилетнюю, пятилетнюю общую выживаемость, достигающую 50-60%. И если мы вводим высокодозную химиотерапию, то те же самые примерно показатели, 50-60% общей выживаемости на протяжении двух, пяти и более лет, они также демонстрируются. То есть пока по тем данным сводным об эффективности стандартных доз и высоких доз, взятых из разных исследований, из разных центров, эти данные абсолютно сопоставимы. Поэтому склониться к сторону того или другого вида химиотерапии, наверное, на настоящий момент пока сложно, пока мы не получим именно принципиальные, подтвержденные в рандомизированном исследовании различия в безрецидивной и общей выживаемости. Если мы посмотрим рекомендации ССН, то и стандартная химиотерапия, и высокодозная химиотерапия, они присутствуют совершенно на равных условиях. И предпочтительными режимами также являются и высокодозная химиотерапия, и стандартная доза химопрепаратов. И если мы посмотрим основные рекомендации, рекомендации ЭСМА, Европейской ассоциации урологов и НССН, то мы увидим, что Европейское общество онкологов в качестве второй линии терапии не рекомендует проведение высокодозной химиотерапии, поскольку данных недостаточно о том, чтобы сделать вывод в пользу ее преимуществ или ее сопоставимой эффективности, но рекомендации НССН и Европейской ассоциации урологов, они в принципе рассматривают с одинаковой долей эффективности и высокодозную, и стандартно-дозную терапию в качестве второй линии. Поэтому, конечно же, нам необходимо дожидаться результатов таких крупных исследований, может быть, если исследование будет завершено, итоги подведены и уже представлены такие вот окончательные результаты, может быть, мы сможем уже более точно понимать, к какому виду лекарственной терапии в качестве второй линии нам следует склоняться. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Анна Игоревна, тоже очень подробный такой современный доклад, посвященный весьма непростой теме. Гульфемия Антетовна, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Спасибо большое. Анна Игоревна, спасибо большое за, как всегда, обстоятельную презентацию. Скажите, пожалуйста, вот мы привыкли все-таки, что при лимфопролиферативных заболеваниях, при лимфомах, ходжкинских, не ходжкинских, как правило, наши коллеги рассматривают вариант высокодозной химиотерапии с целью консолидации уже достигнутого эффекта. Как вы считаете, имеет ли место высокодозная химиотерапия при герминогенных опухолях, например, для пациентов с неблагоприятным или промежуточным прогнозом после проведенной химиотерапии достигнутого какого-то регресса именно с целью консолидировать достигнутый регресс и, может быть, на будущее профилактика рецидива заболевания? Спасибо большое за вопрос. Наверное, консолидировать эффект эффективной комбинации первой линии режима ВЭП, наверное, смысла нет. Поскольку мы видим, что если мы режим ВЭП провели, пациент платина чувствителен, опухоль платина чувствителен, эффект достигнут, то он, как правило, сохраняется очень длительное время. То есть мы о высокодозной химиотерапии, наверное, все равно говорим только в контексте терапии после прогрессирования и после пререзистентности к терапии первой линии. И вот уже в качестве, например, второй линии терапии консолидация с помощью одного цикла высокодозной химиотерапии, она не подтвердила своей эффективность в качестве рандомизированного исследования. Поэтому здесь во второй линии мы или сразу идем на высокодозную химиотерапию, потому что все-таки большинство данных это имеет преимущество, или идем по пути просто стандартной, с обычными дозами терапии второй линии, но надеюсь, что этот режим у нас тоже сработает и будет эффективным. Спасибо большое, Анна Игоревна. А все-таки хотелось бы, чтобы вы подчеркнули, что действительно необходимо в центре для того, чтобы проводить высокодозную химиотерапию. Достаточно ли это только химиотерапевтического отделения или требуются дополнительные какие-то возможности, которые, наверное, у всех есть? Спасибо большое, Константин. На самом деле, конечно же, проведение высокодозной химиотерапии при гермоидных опухолях требует тех же самых условий, что и при проведении аналогичного вида лечения у больных лимфопролиферативными или генетологическими состояниями. То есть должны быть определенные палаты интенсивной терапии с системой притока воздуха, с определенными видами обработки всех имид персонала, особый вид ухода и так далее. Забор стволовых клеток полиферической крови, но, как правило, тоже проводятся в том же самом центре. Замораживание клеток крови тоже проводится в центре, который проводит данный вид лечения. Должен быть, безусловно, доступ к палатам реанимации, интенсивной терапии. То есть здесь провести высокодозную химиотерапию, наверное, не так уж и сложно, но вот вывести пациента из такого угрожающего жизни состояния, то что, в принципе, мы вызываем абляцию вкусного мозга, мы делаем пациента абсолютно беззащитным против всех видов бактериальных, вирусных инфекций. Конечно же, вот именно это, выведение пациента из подобного тяжелого состояния, конечно, требует определенного оснащения центра. И далеко не везде, разумеется, такие возможности есть. Спасибо большое. Но, Игоревна, действительно, то, о чем мы сейчас говорили, еще раз подчеркивает, что гермогенные опухоли требуют лечения действительно в таком референсном центре, где накоплен уже какой-то относительно большой опыт лечения этих пациентов, потому что проведение такого терапии, вы видите, не все, в принципе, однозначно, при равной принципиальной эффективности. И мы просто понимаем, что мы должны уметь подобрать конкретного пациента, который действительно подходит под высокодозную терапию. То есть это не всем больным, а действительно только отобранным. Вот на ваш взгляд, какие все-таки критерии отбора такого пациента, которого бы все-таки мы рассматривали действительно как вторую линию именно высокодозной лечения? Критерии отбора как пациента, да? Да, пациента, естественно. Как мы видим, вот даже по тем данным, которые представляют авторы таких крупных исследований в этой области, это все-таки должны быть сохранные пациенты с общим состоянием, не более одного балла по шкале КУК. Это пациенты, имеющие, безусловно, такое нормальное функционирование всех жизненно важных органов, легких, печени, не имеющих существенных обклонений в лабораторных параметрах. Вот по степени распространения именно опухолиопротеза, конечно, это пациенты могут быть, как мы видим, опять же, диапазон довольно высокий. То есть это может быть пациенты с поражением и легких, и печени, и головного даже мозга. Но при этом, и мы часто это видим, что даже при таком большом распространении пациенты могут быть сохранными. То есть, в принципе, степень распространения опухолиопроцесса, она не всегда коррелирует с статусом пациента как кандидата для высокодозной химиотерапии. Спасибо большое.